Новости на восьмом. А значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Александр Масликов. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Чистая память. Во Владивостоке в рамках подготовки ко Дню Победы отмывают памятники и мемориалы. В данный момент проводится промывка памятника, то есть удаляется вся грязь. Тихоокеанская неделя моды во Владивостоке стала событием не только для молодых приморских дизайнеров, но и для представителей АТР. Ваш фестиваль уникальный. Нет в стране столько событий миллионов, которые продолжают 26 лет. Железные кони выходят из тени. На открытии байкерского сезона покажут класс и выберут Мотоледи 2019. Смотрите, наслаждайтесь, вникайте, проникайтесь этим всем духом, чем мы живем на самом деле. Также в выпуске. Утреннее шоу радиостанции «Лемма. Первая пара» вошло в пятерку лучших ток-шоу по версии фестиваля «Вместе медиа» 2019. Еще расскажем. Новая серия проекта «Попробуй на себе». Наши коллеги пробуют новые способы прокачки собственного тела. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Фонд помощи обманутым дольщикам, созданный для оперативного завершения долгостроев, начал работу в Приморье. Об этом сообщает администрация края. Предполагается, что фонд будет привлекать ресурсы, участвовать в финансировании завершения строительства проблемных объектов, контролировать целевое использование средств. Запуск нового механизма позволит в ближайшие два года достроить как минимум 7 домов в Артеме и 4 во Владивостоке, планирует власть региона. Все долгострои сейчас проходят экспертизу для подсчета объема финансирования. После этого через конкурс выберут новых подрядчиков, которые смогут приступить к работе в июне. Также планируется запустить официальный сайт фонда обманутых дольщиков. Пока же приморцы, ожидающие свои квартиры, могут обращаться в АО «Корпорация развития Приморского края». Напомним, в Приморье за основу взяли опыт Татарстана, где с 2007 года благодаря работе фонда удалось ввести в эксплуатацию 116 долгостроев. Комиссия выясняет обстоятельства гибели двух моряков на судне Василий Головин. Теплоход принадлежит компании «Феско». Порт приписки – Владивосток. Судно шло из Антарктиды после доставки грузов на индийские полярные станции. Во время перехода в ЮАР умерли двое работников филиала дальневосточного морского пароходства. Матрос – 88-го года рождения и токарь – 72-го года рождения. Трагедия произошла 25 апреля. Причины смерти на данный момент точно не установлены, проводится расследование. По предварительным данным, причиной смерти моряков могло стать отравление метанолом. Проверка займет 15 дней. При необходимости этот срок могут продлить. К другим темам. Во Владивостоке в рамках подготовки ко Дню Победы обновляют памятники и мемориалы. Главная задача, которую поставил перед службами глава города Олег Гуменюк – привести мемориальные сооружения в надлежащий вид. Скульптурные группы и монументы моют специальными составами с помощью техники. Где это необходимо, проводят косметические ремонтные работы. В частности, мэрия обещает, что будут очищены от грязи и пыли 17 мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Тему продолжит Евгений Черемухи. Объектов культурного наследия во Владивостоке с избытком. Славная история Приморской столицы отражена во множестве памятников. От архитектурных до традиционных стел или скульптурных групп. В начале недели городские власти решили обновить облик культурного наследия руками и техникой подрядчиков. В данный момент проводится промывка памятника. То есть удаляется вся грязь с помощью воды и специального щелочного состава. Производственные работы начались с памятника борцам за власть советов на центральной площади Приморской столицы. Но им не ограничены. На очереди памятник морякам торгового флота, мемориальный комплекс боевая слава Тихоокеанского флота, братская могила моряков и другие. В общей сложности 17 мемориалов будут очищены от пыли и грязи большого города. Также будет перетираться памятник от птичьего помета щетками. И окончательный этап – это обезжиривание его и с помощью воска, то есть защита от утрофиолета. Стоит отметить, что поручил профильным ведомством городской администрации заняться этой проблемой глава Владивостока Олег Гуменюк. У нас впереди с вами большой праздник – День Победы. К этому времени все памятники должны быть отремонтированы и очищены, чтобы на них было приятно смотреть. Это касается и городских скверов. До 9 мая их также необходимо привести в порядок. Согласно поручению главы Владивостока, в надлежащий вид памятники должны быть приведены до празднования Дня Победы. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Самый масштабный и эффектный парад страны по традиции будет проходить в Москве 9 мая на Красной площади. Попасть на него непросто, но шанс есть. Парад Победы в Москве отличается тем, что покупка билета на него невозможна. При этом за несколько недель до шествия многие злоумышленники активно разворачивают деятельность по продаже фиктивных билетов. Чтобы не попасть в просаг, необходимо знать, билет можно получить только от правительства Российской Федерации бесплатно. В первую очередь билет получают те, кто принимал участие в боях. Элитные подразделения и кадеты, заслуженные артисты России, члены правительства и некоторые льготные структуры. Тем, кто не входит ни в одну категорию, можно сделать следующее. Активно следить за новостями вокруг этого события. Часто проводятся конкурсы песен и стихов, объявляются номинации в других сферах искусства. Билет можно получить в качестве приза от правительства. За 90 дней до 9 мая необходимо зайти на сайт правительства и скачать перечень необходимых документов, собрать их и отправить в администрацию президента. Заявку рассматривают сотрудники Оргкомитета и принимают окончательное решение. В случае положительного исхода с желающими свяжутся для того, чтобы передать долгожданный билет. Отметим, что всего на трибунах Красной площади 2000 мест, что является ничтожно малым количеством для многомиллионного населения страны. Утреннее шоу радиостанции «Лемма. Первая пара» вошло в пятерку лучших ток-шоу по версии фестиваля «Вместе медиа-2019». Мероприятие прошло в Москве с 18 по 21 апреля. Команда «Первой пары» в полном составе посетила медиафестиваль. Подробности у Дмитрия Беломестного. Прямой эфир у этих ребят всегда креативный, познавательный, энергичный и веселый. Именно поэтому утреннее шоу радиостанции «Лемма. Первая пара» вошло в пятерку лучших ток-шоу России по версии фестиваля «Вместе медиа-2019». Медиафестиваль в 16-й раз прошел в Москве с участием региональных вещателей. Ведущие первой пары Алена Шестакова и Павел Унучек считают, что конкурс — это площадка, где можно не только показать себя и посмотреть на других, но и перенять бесценный опыт. Программа фестиваля состояла из конкурсной части, обучающих лекций и мастер-классов. Было огромное количество обучающих секций, как это, наверное, на любых мастер-классах, когда приходят люди и рассказывают, как не надо, кто-то рассказывает, как надо, кто-то рассказывает, что будет завтра, что будет послезавтра. Такие интересные профессиональные сообщества, в которых напитываешься информацией, приезжаешь и снова работаешь. Стало больше всяких электронных, интернет-историй, как-то YouTube, SMM, маркетологи. Ну, понятно, медиа меняется, поэтому есть новые кейсы, модное слово, которые добавляют. Чтобы попасть в Москву, ребята прошли региональный отбор в Хабаровске и были названы лучшим ток-шоу Дальнего Востока. А уже в столице России в рамках фестиваля за призы заветные и узнаваемые статуэтки сражались 400 редакций из 120 городов России. В условиях высочайшей конкуренции оказаться в пятерке лучших – большая удача и честь. Быть в пятерке лучших – это круто, это классно по-настоящему. Но, собственно, конкурс – это не самоцель победы. Самоцель – получить рекомендации от профессионалов, что мы делаем так, а что мы делаем не так, ровно для того, чтобы вернуться домой и начать, точнее, продолжить делать свою работу, но уже на более высоком уровне. На будущий, конечно, конкурсы планируем выставлять свои работы, потому что возможность, опять же, учиться, а там… Как жюри скажет. Как жюри скажет. Как оценит. Конечно, впереди у «Звездной первой пары» новые конкурсные работы, ведь следующий сезон фестиваля не за горами. Осенью начнется отборочный этап на Всероссийский фестиваль «Вместе Медиа-2020». Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. К слову, 1 мая радио «Лема» отметит праздник весны и труда вместе с жителями Владивостока. Алена Шестакова и Павел Унучек в качестве ведущих мобильной площадки радиостанции поприветствуют участников первомайской колонны и зарядят их праздничным настроением. Позитивные эмоции, множество улыбок, приятные сюрпризы и подарки от спонсоров ждут тех, кто присоединится к акции. Площадка радиостанции будет располагаться в парковочном кармане напротив Адмиральского сквера и Банка Приморья. Начало мероприятия в 10.30. Общий старт праздничной колонны в 11 часов. Завершится акция «Радио «Лема» в 12.30. Приглашаем всех наших телезрителей и подписчиков «Восьмого канала» не упустить свой шанс и присоединиться к празднованию 1 мая вместе с «Радио «Лема». 120 заявок и 61 коллекция в финале. Во Владивостоке в рамках Pacific University Style Week состоялся масштабный и значимый для мира моды Дальнего Востока международный конкурс молодых дизайнеров «Пигмалион». Участники из разных стран мира представляли свои наряды в шести номинациях, удивляли цветами, материалами и идеями экспертной жюри. Все подробности в нашем следующем материале. Самый масштабный и значимый для Дальнего Востока международный конкурс молодых дизайнеров «Пигмалион» в финале собрал 61 коллекцию. Именно «Пигмалион» можно считать прародителем недели моды в Авгуэс. С каждым годом интерес к этому конкурсу меньше не становится, а талантов все больше. Среди конкурсантов – дизайнеры Китая, Японии, Южной Кореи и других стран. Это очень правильно, потому что у других вузов в Центральной России, конечно, таких отношений нет. А Восточная Азия, Юго-Восточная Азия – очень активно развивающийся регион, и он будет способствовать развитию дизайну и моде, конечно, и в России в том числе. Участники представляли свои коллекции в шести номинациях – «Прет-а-Порте», «Прет-а-Порте-де-люкс», «Бизнес-идея», «Дебют», «Тренд» и «Авангард». Многие из конкурсантов начали создавать наряды задолго до конкурса. Кроме подготовки самой коллекции, дизайнеры продумывали весь образ в целом, включая макияж и музыку. Оценивали конкурсантов известные предприниматели, владельцы модных брендов и магазинов, дизайнеры, профессора дизайнерских и гуманитарных университетов России, Китая, Кореи, Японии. Главным призом «Пигмалиона» стало участие в одной из международных недель моды. «Ваш фестиваль уникальный. Нет в стране столько событий, миллионы, которые продолжаются 26 лет. Организовалось еще прекрасное время, когда мы уже в Советский Союз. Продолжается настоящее время. Я вернувшему для меня уникальное возложение города Рудни-Востока. Здесь играются столько разных националистов. Такая высокая миграция населения и как раз является то, что много на доступе будет развиваться». Pacific University Style Week и, в частности, конкурс «Пигмалион» – это возможность для молодых адептов мода и стиля не только показать образы и коллекции, но и научиться чему-то друг у друга. Ведь на одном подиуме встречаются дизайнеры нескольких стран и континентов. Дмитрий Беломеснов. Новости на восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой. Торжественное открытие байкерского сезона во Владивостоке состоится 4 мая. На праздники выберут «Мотоледи-2019». Новая серия проекта «Попробуй на себе». Наши коллеги пробуют новые способы прокачки собственного тела. Приморская спортсменка выиграла Кубок России по парусному спорту. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Торжественное открытие байкерского сезона во Владивостоке состоится 4 мая. На праздники выберут «Мотоледи-2019». Новая серия проекта «Попробуй на себе». Наши коллеги пробуют новые способы прокачки собственного тела. Приморская спортсменка выиграла Кубок России по парусному спорту. Торжественное открытие байкерского сезона во Владивостоке состоится 4 мая. В программе показательные выступления мотоциклистов, соревнования на полосе препятствий, а также выступления музыкальных групп Дальнего Востока. Помимо этого состоится награждение победительниц акции на радио Ви-Би-Си «Мотоледи-2019». Подробности в нашем сюжете. Русские самураи, Братство Востока, Железные тигры и многие другие. Мотобратство Владивостока в предстоящие выходные отпразднуют открытие байкерского сезона. Мероприятие пройдет с размахом и обещает стать праздником не только для мотоциклистов, но и для самих горожан. В 11.00 на площади борцов за власть советов стартует фестиваль, а в 15.00 колонна из более чем тысячи мотоциклистов проедет до зари и разъедется по разным маршрутам. Для всех участников, для всех жителей города Владивостока, также для гостей города Владивостока бесплатно, безвозмездно приходите, веселитесь, смотрите, наслаждайтесь, вникайте, проникайтесь этим всем духом. Чем мы живем на самом деле, к чему мы стремимся, показать, что есть такая субкультура. Для байкеров открытие сезона не только повод пообщаться с единомышленниками, но и показать возможности своих железных коней, которые тюнинговали всю зиму. А еще на открытии сезона состоится награждение победительниц конкурса от радио Ви Би Си «Мотоледи-2019». В этом году на конкурс заявилось порядка 20 участниц. Это «Мотоледи», которые в действительности катаются, которые хорошо принимают участие в мото-движении, в мото-тусовке. Замечательные девушки, у них замечательные мотоциклы, поэтому это прекрасно, я думаю, надо эту идею двигать дальше, двигать, двигать, чтобы это более расширено было, потому что мало девчонок, на самом деле, которые катаются на мотоциклах. Конкурс «Мотоледи» уже давно знаком мотоциклистам и жителям города и любим ими. Девушки активно присылали свои фото на электронную почту радио, а сотрудникам редакции предстояло выбрать пятерку лучших. А вот тройку победительниц из них выберут представители мотосообщества Приморского края. Как показала практика, в этом году было более много фотографий девушек, скажем так, полуобнажённых, полусексуальных. Делились на два типа. Мы их называли головастиками, в хорошем смысле этого слова, когда в полном экипе, в капюшке, в каске, в шлеме и с тонированным забралом, где нельзя было идентифицировать только по фигуре, и, собственно, в нижнем белье, либо в каких-то там коротеньких-коротеньких шорстиках. Финалистки получат подарки от партнёров, в том числе от таких компаний, как «Старавто», «Митсумак», «Ойлбар», «Ювелирный дом Иста», «Джинсовый магазин Монтана». Награждение «Мотоледи» состоится 4 мая с 13 до 14 часов в рамках открытия байкерского сезона. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. Впереди длинные майские выходные. Стоит провести их с пользой и удовольствием. Поэтому по традиции всё о культурных, развлекательных, образовательных и других площадках нашего города в рубрике «Афиша» расскажет моя коллега Анна Бережная. Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. И сейчас всё о самых интересных культурных событиях в праздничные дни. На музыкально-мистическую мелодраму «В двух действиях. Эдит и её демоны» приглашает театр имени Максима Горького. Это яркий эмоциональный рассказ о последней любви в жизни легендарной певицы, которую Эдит Пиаф встретила за два года до своей смерти. Начало в 18.30. Стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. А на сцене Мариинского театра дадут комическую оперу «Любовь к трем апельсинам» по сказке Карла Готци. Музыка и либретта Сергея Прокофьева. Начало в 19.00. Стоимость билетов от 300 до 2000 рублей. С презентацией альбома «442» музыкант Дельфин выступит в Приморской филармонии. Нашумевший и необычный релиз года возглавил топ-чарт русского iTunes и Google Play уже в день премьеры. Альбом, записанный с новым составом музыкантов, пожалуй, самая мощная запись Дельфина и самая социальная за всю его карьеру. Начало в 20.00. Стоимость билетов от 1200 до 3000 рублей. 12-й дальневосточный косплей-фестиваль «Анимейтед» пройдет 2, 3 и 4 мая в Феско-холл. Это мероприятие, на котором можно встретить сотни людей в костюмах, изображающих персонажей известных фильмов, мультфильмов, комиксов и игр. В обширной конкурсной программе с разнообразными выступлениями участники поборются за приз лучшего в своей номинации, а также за гран-при фестиваля «Лучший костюм 2019». Помимо трех дней сценического шоу на фестивале представят и другие развлечения – красочную ярмарку, игровую зону, фотоуглы, фудкорт и многое другое. Начало в 13.00. Стоимость билетов от 1300 до 1600 рублей за три дня. Спектакль «Все начинается с любви» дадут на сцене театра молодежи. В основе сюжета лирической комедии – история нескольких семей Старого дома, которые властями города планируются под снос. Так людей, которые много лет прожили бок о бок, проще говоря, одной дружной семьей, собираются расселить. Ситуация в наше время достаточно часто встречающаяся. Чтобы сохранить свой мир, жильцы встают на защиту Старого дома. Начало в 18.30. Стоимость билетов от 200 до 400 рублей. Шоу литературных стендапов «Кот Бродского» состоится в Центре молодежи Приморья. Это третий подростковый выпуск шоу, в котором по традиции примут участие школьники старших классов. Начало в 19.00. Вход свободный. Театр танца Антона Косова и компания «Рустика» приглашают на хореографический спектакль «Невесты» во Дворце культуры железнодорожников. Начало в 19.30. Стоимость билетов 300 рублей. На аукцион плохих книг приглашает бар «Ра». Участники книжного стендап-шоу «Кот Бродского» расскажут про самые странные, смешные и нелепые книги, какие нашли в местных книжных магазинах. В конце каждого выступления у зрителей будет шанс выкупить книгу у спикера. Начало в 18.00. Стоимость билетов 100 рублей. Фантастический балет в двух действиях «Жизель» дадут на сцене Мариинского театра. Начало в 17.00. Стоимость билетов от 100 до 6 тысяч рублей. Эстрадная концертная программа «В ритмах любви» пройдет в Приморской филармонии. Начало в 18.00. Стоимость билетов 500 рублей. Открытие байкерского сезона состоится 4 мая. Это масштабное событие уже более 20 лет собирает представителей мото-движения со всего Приморья. Около двух тысяч мотоциклов съезжаются на главную площадь Владивостока. Начало в 11.00. Вход свободный. На спектакль «Умка» юных зрителей приглашает театр «Кукол». Начало в 12.00. Стоимость билетов 300 рублей. А на стадионе кампуса ДВФУ пройдет матч по американскому футболу среди команд Владивостока и Хабаровска. Начало в 12.00. Вход свободный. Мастер-классы по изготовлению георгиевской ленты пройдут в парке семейного отдыха «Ринго-парк» на Приморском кольце. Начало в 11.00 и в 15.00. Стоимость входного билета для детей 300 рублей. Для взрослых 150 рублей. Участие в мастер-классе бесплатно. Если вы любите кошек, интересуетесь особенностями разных пород или давно мечтаете завести котенка, приходите на выставку в Иллюзион-парк. Супер-кошки и супер-котята ждут своих зрителей, поклонников и будущих хозяев. Начало в 11.00. Вход свободный. Новая программа «Слоны и тигры» всемирно известного итальянского цирка стартовала во Владивостоке. Артисты из пяти стран и животные из пяти континентов. На шоу мирового уровня зрители ждут немало удивительных сюрпризов. Начало в 13.00. Стоимость билетов от 600 до 2000 рублей. Дети до трех лет могут посетить цирк бесплатно. На этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Тренировки в тренажерном зале – обычное дело для современной активной молодежи. Научно доказано, что фитнес помогает не потерять контроль над телом и психическим самочувствием, улучшает работу органов и стимулирует к новым победам. Однако ведущей проекта «Попробуй на себе» Алине Кузиной этого показалось мало. Девушка в рамках весеннего сезона проекта придерживается собственного фитнес-плана. Подробности в новом эпизоде. Всем привет! Знакомьтесь, это Алина. Здравствуйте! Ведущая мама и девушка с активной жизненной позицией. Фитнес, йога и йогурт. Эти ингредиенты мы смешали, сболтали и получили спецвыпуск проекта «Попробуй на себе» в весенний сезон «Фитнес-план». Знаете, очень люблю такое утро, когда не нужно никуда торопиться, можно спокойно позавтракать и заниматься любимыми делами. Кстати, знаете, нашла для себя очень крутой завтрак. Раньше я все время варила каши, потому что был маленький ребенок, и это была неотъемлемая часть нашего утра. А сейчас все максимально просто. Йогурт, мюсли, буквально 2 минуты, и твой завтрак готов. Очень вкусный, а самое главное, полезный. Ну что, вкусный, полезный завтрак и на тренировочку. А там, кстати, мне тоже расскажут, как правильно питаться и дадут очень нужные для меня рекомендации. Ну что, наше бодрое утро продолжается, едем на тренировку. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня будет новая программа Body Pump от Les Miss в нашем клубе, она первый раз. Я вам приготовила уже степ, вы можете проходить, и я вам объясню, что мы будем делать. Пока просто такой небольшой набор слов, но уже очень интересно. Предлагаю начать и посмотреть, как это будет. Проходите. Нам для книги в бананных сушканках. Все, для девушек. Спасибо. Тренировка в самом разгаре. Очень-очень-очень тяжело, но классно. Тренировка, они прям заряжают энергией, и несмотря на боль и сложность, хочется делать дальше и дальше. Таз ровно вниз. Вниз пятками толкаем себя вверх. Хорошо. Еще вниз. Еще. И вниз. Раз! Стоп! Вот сейчас было очень интересно, очень классно, местами сложно. Так и я не поняла, почему менялись тренера. Это такая, какая-то круговая тренировка. Начнем с того, что это программа Body Pump. И это представление релиза. То есть вышел новый релиз, никто об этом ничего не знает, какие будут упражнения, в каком блоке, в каком режиме, под какую музыку. Поэтому представление самого релиза проходит так, что каждый тренер показывает свой блок. А скажи, что еще нужно делать человеку, который стремится к здоровому образу жизни, для того, чтобы чувствовать себя здоровым и таким подтянутым, красивеньким? Ну, начнем с того, что пить воду обязательно. Норма для человека 30 миллилитров на 1 килограмм. То есть, если вы выпиваете там 1 литр, и то там, если стаканчик воды в день, то это никуда не годится, естественно. Второе, это сон. Да, ну и питание. Стараемся, естественно, меньше употреблять чипсов, газировки, вот эти вот вредные всякие. Мюсли и йогурт. Это нормально. Правильно? Я тоже так питаюсь. И в продолжение спортивной темы. Приморская спортсменка выиграла Кубок России по парусному спорту. В Владивостоке стартует чемпионат города по шахматам. Фитнес-фестиваль «Фитлов-2019» стартует в майские выходные во Владивостоке. Подробности у Дмитрия Беломестного. Заключительный этап Кубка России по парусному спорту состоялся в Сочи. Соревнования проходили в 10 олимпийских классах. В турнире участвовало 133 ехтсмена со всей страны. Отличный результат показала представительница Приморской парусной школы, член сборной команды России Мария Кислухина. В шести гонках своего класса она финишировала первой, а в оставшихся пяти – в тройке лидеров. По результатам соревнований приморская спортсменка заняла первое место. 1 мая во Владивостоке стартует чемпионат города среди мужчин и женщин по шахматам. Соревнования пройдут в четырех дисциплинах – классические и быстрые шахматы, блиц и решение шахматных композиций. Впервые турнир пройдет в новом шахматном клубе «Этюд». Параллельно пройдут детские турниры. 10 мая пройдет чемпионат по решению шахматных композиций, а завершит программу чемпионат города по быстрым шахматам, который пройдет 11-12 мая. Со 2 по 4 мая корпуса в ДВФУ превратятся в настоящий спортивный город. Ожидается 3500 человек со всего Дальнего Востока. Все причастные к фитнесу, разным спортивным дисциплинам, правильному питанию, личному и профессиональному развитию соберутся в одном месте и будут иметь возможность вместе общаться, учиться, отдыхать и тренироваться. Хедлайнеры мероприятия, специалист по фитнесу Ирина Турчинская, ведущая марафонов преображения Яна Логвина, культуристы Денис Гусев и Стас Лендовер, а также тренер по единоборствам Светлана Андреева. Помимо них еще будет более 100 экспертных тренеров и специалистов со всего Дальнего Востока и России. Дмитрий Беломестнов, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Фонд помощи обманутым дольщикам, созданный для оперативного завершения долгостроев, начал работу в Приморье. Власти планируют достроить семь домов за два года. Чистая память. Во Владивостоке в рамках подготовки ко Дню Победы обновляют памятники и мемориалы. Утреннее шоу радиостанции «Лемма. Первая пара» вошло в пятерку лучших ток-шоу по версии фестиваля «Вместе медиа-2019». Тихоокеанская неделя моды во Владивостоке стала событием не только для молодых приморских дизайнеров, но и для представителей АТР. Железные кони выходят из тени на открытие байкерского сезона, покажут класс и выберут «Мотоледи-2019». Новая серия проекта «Попробуй на себе». Наши коллеги пробуют новые способы прокачки собственного тела. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8-го канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы сможете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8-й канал. Главное – Владивосток. Во Владивостоке открылась персональная выставка главного художника-постановщика в Приморье Александра Арсененко. Она называется «Катарсис». Возможно, этот проект является самым театральным среди многочисленных выставок художника и посвящен он Году театра в России. Многие из представленных работ экспонируются редко или впервые. В одном выставочном пространстве удалось собрать такие работы, как эскизы костюмов, афиши и макеты сценических декораций, а также живописные произведения, связанные с театром. На проект «Катарсис» смотрим вместе прямо сейчас и без комментариев. На этом все. Я вам желаю успехов и отличных майских праздников. С вами был Александр Масликов. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok